Копила деньги народы, а теперь тратит их на лекарства. Во время беременности 25-летняя Алена Старченко вынужденно работала на вредном производстве. Из-за этого ребенок родился больным и раньше времени. Но по прогнозам врача, шанс на полноценную жизнь у маленького Вовы есть. Сохранить тепло в большом доме для Алены Старченко непросто. Мать-одиночка перебралась сюда из неподконтрольного Первомайска. Конечно, холодно. Очень тянулось окон и в полах щели. Поклеили вот этот отражатель, который будет отражать тепло от батареи. Также постелили на пол утеплитель за пене или за силикон или окна. Трехлетний Вова все время проводит на полу. Передвигается только на коленках. У мальчика детский церебральный паралич. Не-не-не, мы еще постоим немножко. Туда? Пойдем. Мы не на коленках, а пойдем так. Он появился на свет на два месяца раньше срока с весом менее килограмма. Врачи неделю боролись за жизнь новорожденного. Тютьфу вытянули мы его, в общем-то. Возили по неврологам, по педиатрам. Все было нормально. Просто говорили гипертонус у него. А потом уже в год 8 нам поставили диагноз ДЦП. Алена винит себя в болезни сына. В первые месяцы беременности продолжала работать на аммиачном заводе. Хотела накопить денег на роды. Теперь все до копейки тратит на лекарства. Отец ребенка бросил семью, как только узнал о диагнозе. До того, как мы его начали лечить, он не говорил, он не сидел, он не стоял. Он не мог даже толком взять ложку и чашку в руку. Очередной курс лечения пришлось отложить. Социальных выплат катастрофически не хватает. Вынужденный перерыв может иметь необратимые последствия. За помощью Алена обратилась на горячую линию гуманитарного штаба Рината Ахметова. После того, как мы прокололи сразу два курса церебра курина, он сам стал самостоятельно кушать. Он сам стал сидеть, больше ходить. Теперь молодая мама спокойна. В борьбе за жизнь сына она не одна. Ринату Леонидовичу хочу сказать огромное спасибо за его помощь и поддержку. Потому что без его помощи я бы не смогла приобрести это лекарство. И хочу сказать большое спасибо всей группе его фонда, которые занимаются такими, как мы. Потому что нас очень много, а терпение – это большая черта. Более двух лет гуманитарный штаб адресно помогает жителям Донбасса по обе стороны линии соприкосновения. Помощь на лечение и операции получили 7300 человек. Треть из них – дети. Теперь будем надевать. Да, молодец. С Вовой занимаются специалисты местного реабилитационного центра. Вместе с приемом препаратов это дает хороший результат. Веронич, это красный мячик. Побороть симптомы недуга можно до пяти лет. Поэтому у малыша есть все шансы встать на ноги. Оксана Корчма, Александр Шмарев. События. Канал Украина. Продолжение следует...